Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы не должны торопиться переходить на латиницу. Об этом накануне заявил президент Токаев. По его словам, не следует спешить с искусственным переходом с кириллицы на латиницу, просто меняя соответствующие буквы. И напомнил, что мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику, однако неудачно. Замечу, о переходе на иное правописание в нашей стране говорят уже немало лет. Особенно часто этот вопрос поднимался в последние годы. Сначала нам сказали, что переход на новый алфавит состоится не позднее 2025 года, но потом отложили этот срок. Если помните, полтора года назад, в самом начале 2021 года, во всеуслышании был представлен новый алфавит, включающий 31 символ латиницы, охватывающий все звуки казахского языка. Кроме того, нам представили раскладку клавиатуры новой версии казахского алфавита. И даже был обозначен новый конкретный срок – 10 лет. 10 лет до полного перевода всей письменности на латинский алфавит, то есть до 2031 года. Но потом вдруг эта идея заглохла, что ли, будто ее и не было. Ни о новом алфавите, ни о переходе на него никто из официальных лиц или официальных СМИ не вспоминал. Хотя еще недавно, при позднем Назарбаеве, эта тема активно муссировалась в обществе. Лингвисты выносили на суд общественности новые формы правописания, и все мы дружно смеялись над новой орфографией, в частности, над морковью на латинском. И когда 18 месяцев назад было сказано, что уже через 10 лет все будет по-другому, казалось бы, вопрос решен. До вчерашнего дня. И теперь нам говорят – не торопитесь. Знаете, у этого вопроса немало как сторонников, так и противников. Одни – за быстрый переход, за скорые изменения. Они аргументируют это тем, что новый алфавит приблизит нас к новым стандартам, к развитым странам. И вообще, с латиницей мы будем на одной ноге с современным миром. И, конечно же, на их мнение в последнее время очень сильно повлиял и украинский вопрос. И они считают, что чем быстрее мы уйдем от кириллицы, тем скорее мы уйдем от влияния России. И, кстати, совсем недавно слышал о том, что даже в самой Украине, казалось бы, в сердце старославянской письменности хотят перейти на латиницу и даже написали петицию об этом президенту Зеленскому. Причины, думаю, ясны. Теперь о тех, кто выступает против нововведений. И их аргументы вполне резонны. Как латынь освоит старшее поколение, как его воспримут дети в школах, сколько времени понадобится, чтобы перевести всю литературу и, самое главное, сколько денег уйдет на все это. А учитывая, в какое непростое время мы сейчас живем, я имею в виду экономическое, когда все дорожает с каждым днем, а доходы населения, наоборот, падают. И когда большая часть нашей зарплаты уходит на еду, а большая часть государственного бюджета уходит на то, чтобы сдерживать цены и на социалку, до нового ли алфавита? Ведь понятное дело, что любая новая идея или программа требует огромных денег и усилий. А сейчас, когда каждый тенге на счету, не до жиру быть бы живу. Так что этот вопрос совершенно непростой, не из тех, что можно решить взмахом руки или одной подписью. И вполне может быть, для того, чтобы определиться с этим вопросом, потребуется не только время, но и поколения. И вполне может быть, что это уже будет не при нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова